Возвратимся снова к Давиду. 18-я глава говорит, что после всего этого времени сын Саула и Анафан на самом деле ему понравился Давид. Он его уважает, они становятся очень хорошими друзьями. И Саул взял его в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Поскольку он победил Голиафа, поэтому Саул хочет, чтобы Давид рядом был постоянно. И Анафан с Давидом заключили завет. В пятом стихе, Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал Саул его начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Вот этот молодой парень, юноша, который эту победу одержал, и также он очень мудр, благоразумно действует, так что все его уважают. Задержимся на этом. После поражения Голиафа, никаких гарантий не было в том, что он будет успешен. Люди могли бы сказать, «О, ему просто посчастливилось попасть куда надо». Да, он был таким достаточно смелым, чтобы выйти. Но, вы знаете, молодые люди, они всегда принимают риски. Они могут быть ломанными. Да, вы же знаете, что молодые, они всегда какие-то сумасшедшие. Всегда они себя не так ведут. И потому, если бы Давид не поступал благоразумно, то вполне вероятно, что он бы утерял первоначальное уважение людей. Но такого не произошло. И когда он взлетелся, то все начали женщины воспевать, славить. Саул убил тысячи, Давид у десятки тысяч. И если бы вы были на месте Саула, то, что бы вы думали? Во-первых, это его злит. И уверен, что так же и завидует. Они что, мне только тысячи приписывают, а ему десятки уже? Так что, следующий его шаг — это царство. И с того времени уже Саул подозревал и подразительно относился к Давиду. В десятом стихе этот злой дух сошел на Саула, и Давид играет на инструменте. И Саул говорит, «Убью я его». Бросает свое копье в Давида. И это было два раза. Тем не менее, во всем был успех у Давида. Саул удаляет Давида от себя. И Давид становится главным над тысячей людьми. И всему народу Давид понравился. Затем, наконец, Саул говорит Давиду, «Ну вот, можешь жениться на моей старшей дочери». Тут идет определенная стратегия, не то, что он любит Давида. То есть, я Давида не убью. Хотел бы я, чтобы он был мертв. Но если я его убью, меня возненавидят, потому что они его любят. Я притворюсь, что люблю его. Позволю, он жениться на моей дочери. А потом пойдет на войну, его там прикончат филистинляне. И Давид говорит, «А кто я? Я вообще такой, я тут бедный такой человек». И старшую дочь Саул выдает за кого-то другого. И затем младшую дочь хочет женить за Давида. То есть, второй шанс предоставляет Саул Давиду. И Давид говорит слугам Саула, «У меня денег нет». «У меня приданого». «И тем более, если взять дочь царя». «Тоже надо хорошую вену дать за девушку». Это ж не деревенская девочка. «Дай отцу одну овцу, и он будет счастлив». Это понятно. Потому Саул говорит, «Без проблем». «Дай мне сто шкур филистинлян». «Что же это за кровавая такая вена за невесту?» «И Давид говорит, «Ну хорошо, это у меня получится». Принес ему 200. «И Давид женится на Милхоле». «То теперь Саул боится даже еще больше». Снова филистинляне идут в войну. И Давид все так же одерживал победы в войне. И Саул пытается убить Давида. И Иоаннафан хочет помогать Давиду. «Мой отец тебя хочет убить, нужно тебе скрыться на некоторое время». Затем Иоаннафан говорит Саулу. «Слушай, вообще, что ты его хочешь убить? Он тебе так много хорошего сделал. Он спас Израиль. Он верен тебе. Он ничего не хочет забрать». Но Саул говорит, «Ладно, окей, не убью его». И снова Давид возвращается в присутствие царя Саула. Девятый стих. Девятнадцатая глава, девятый, десятый стих. Снова злой дух от Бога нападает на Саула. Снова играет Саул снова хочет его пригвоздить. И мы видим, что Саул еще не полностью обезумел. Но, конечно же, видно, что его личность, она начала такая шаткая быть, нестабильной. Он кидается из одной крайности в другую. В один день хочет убить Давида. На следующий день говорит, «Да я никогда ему ничего плохого не сделала». Приглашает его быть рядом с ним, его присутствует в царском, а потом его снова хочет убить. И Саул посылает людей в дом, дочери, чтобы убить Давида. И дочь его помогает Давиду спастись. И затем с Саулом происходит этот странный случай. Когда всякий раз, когда он посылает за Давидом, то Дух Господень сходит на слух Саула, и они начинают пророчествовать. Поэтому наконец сам Саул идет. И он тоже начинает пророчествовать в их среде. И в то время Бог его просто остановил так. Затем в 20 главе история о Давиде и Анафане. И Анафан узнает, что же замышляет Саул против Давида. И Анафан думал, что у его отца мирные отношения с Давидом. И все наоборот. И он злится на отца. Идет, находит Давида. И говорит, лучше тебе, конечно, держаться подальше. Мой отец просто слишком обезумел и с ним небезопасно. И говорит Давиду, я знаю, что Бог тебе царство даст. Если так, то пускай будет оно твое. Только посмотрите на это смирение. Ведь Анафан должен был быть следующим преемником, царем. Если бы его отец был послушен Богу, он был бы следующим царем. И Анафан все-таки знает, какова ситуация, понимает от Бога, что Давид будет следующим. То есть ты просто позаботься о мне и о моих потомках, когда ты станешь царем. И Давид спасается бегством. Идет к священнику. И спрашивает, у тебя есть ли тут еда вообще? Только святая еда есть. Можешь это взять. И вы, конечно, знаете эту историю в одном завете, когда Иисус ссылается на эту историю. Что больше Бог заботится о людях, чем о святой еде. И Саул узнает об этом. От Доека и Домитра. Он иностранец, иноземец, иноземец, но в то же время один из слух Саул. И сказал, ну, увидел я тут один священник, Давиду помогал. Потому Саул убивает 80 или сколько священников. Кроме одного, Абиафара, который смог убежать. Поэтому Давид говорит, ну, хорошо, пойду, поживу с филистинлянами. Безопаснее там жить, чем здесь. Десятый стих, 21 главы. Встал Давид, убежал от Саула, пришел к Анхусу, царю Гевскому. Короче, есть такой фильм один, и там есть такая вообще ненормальная сцена в конце фильма. И мне этот сын напоминает о Давиде. Бутч Кассиди и Сунданц Кид – они грабят банки. Это их имя. Бутч Кассиди и Сунданц Кид – это их имя. Бутч Кассиди и Сунданц Кид – это их имя. Они всю свою жизнь убивали. И вот они в этом доме, и думают, сейчас выйдем, убежим снова. И затем в этом фильме камера как бы... Показывает, что там сотни солдат. И каждый со своими копьями или бротиками. И все стоят напротив двери, и думают, сейчас выйдем. Всегда мне напоминает из фильма, из сцены, историю с Давидом. Давид идет к царю Анхусу. И спрашивает, можно здесь я поживу? И его все филистимляне окружили. Воины, армия, лидеры. Он думает, что это поможет. Затем филистимляне начинают задаваться вопросом, кто это вообще? Он что, тысячи нас филистимлян поубивал? И подумайте о Давиде. Внезапно вдруг он оглядывается вокруг. Сотни их. А я один тут. Может быть, это вообще такая плохая идея была у меня. Как мне отсюда выбраться? Уносить ноги надо отсюда, а как меня отсюда уносить ноги? Он предварился безумным. Словбер, слоев, 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 слоев. Стракивая дверь. Сумасшедшее лицо Слюна течет Короче, все другие действия Поэтому они сказали Get this mad man out of here Now You have to understand Why they didn't just kill him Почему они его вообще не убили Если в то время кто-то был безумен Сумасшедший, то есть в нем злой дух Если вы убьете человека, то этот злой дух поселится в вас Никто не хотел таким стать Так что Дэвид уходит Иногда, если мне надо еще дополнительные полчаса Я вам расскажу историю о том, как я посещался в Москве И этот стих был очень полезен Позже я расскажу Если будет время Сейчас это смешно Тогда это было очень серьезно Я думаю, что для Давида позже Это тоже была очень смешная история Что же я должен был делать Меня филистинляне окружили Ну, конечно, надо было Ну, притворился сумасшедшим И помогло таки И в 22 главе Идет Давид в пещеру Адаламскую И пришли братья его И весь дом отца его пришли к нему туда И еще 400 человек Каких человек вообще? Все притесненные Все должники И все огорченные душою Или несчастливые Как бы вам понравилось начать общину С таких 400 человек? Все неудачники Лузеры Собрались Все люди, которые У всех ничего не получается И все пошли за Давидом И это его армия Они стали армией Давида То есть, может, Давид смотрит И говорит, Бог, ты тамазал меня Ты сказал, что я буду великим лидером Это что, мое стадо такое, а? Что мне с этими ребятами делать вообще? По крайней мере, я бы такие вопросы задавал И в 23 главе перейдем И Давид слышит, что филистимляне напали на Кииль Израильский город И Давид спрашивает Господа, что мне идти их атаковать? И Господь говорит, иди Потому он говорит своим воинам А они говорят, ты что, вообще сдвинулся? У нас достаточно проблем вообще с Саулом Ты что, хочешь еще одной проблемы с филистимлянами? То есть, он говорит, Бог мне сказал, они так и делают, и это получается И они остаются в городе Окруженный стенами город И Саул говорит, ага Теперь он у меня попался То есть, он сам себя в ловушку заключил Армию теперь приведу туда И Давид слышит, что Саул идет против него И спрашивает Господа Помогут ли мне жители этого города или нет? И Бог говорит, нет, они тебе не помогут Ты спас их Но они больше боятся Саула, чем тебя Потому Давид уходит оттуда И теперь у него уже где-то 600 человек И, в 14 стихе, они находятся в пустыне, в неприступных местах, на горе, в пустыне Зиф И Саул гоняется за ними по пустыне и не может их поймать И затем жители Зифа приходят к Саулу И говорят, что, ну, мы знаем, где он Иди туда Саул приходит И именно тогда, когда он уже почти мог вспомнить Давида Он получает новости о вторжении филистинлян Поэтому ему снова надо идти обратно Затем он слышит, что Давид находится в другой пустыне И берет с собой 3 тысячи человек И он снова ищет Давида И потом Саула припекло, ему надо было найти туалет И он думает Он думает, о, пещерка очень хорошо подойдет Я видел некоторые туалеты в Украине, что лучше, может быть, даже в пещеру сходить Несколько туалетов по пути отсюда, в Киев, по дороге Если вы подойдете на расстояние 100 метров То запах просто вас забьет с ног Это было преувеличение, я извиняюсь Это собьет вас с ног только на расстоянии 15 метров И все же, какую же пещеру он выбрал? Именно ту пещеру, где был Давид и все его люди Люди Давида говорят, о, пришло время, Господь предает его тебе в руки И здесь мы видим один из ключевых принципов жизни Давида То, что он мог ожидать Господа Что он не был в спешке Он боится Бога больше, чем боится Саула Он понимает принцип лидерства Да, Бог помазал меня своим духом Но Саул все еще царь Я не могу все в свои руки прибирать И когда Саул должен был пойти в туалет Ему надо было снять свою одежду верхнюю И Давид проникает и отрезает кусок одежды Саул уходит из пещеры, сходит с этой горы И Давид выходит И говорит, вот смотри, часть твоей одежды я отрезал Саул, чего ты меня хочешь убить? Я мог тебя убить сегодня Бог тебя в мои руки дал Но я тебя пощадил И Саул говорит, о, ты прав, ты праведен Оставлю тебя в покое И он уходит Часто я думал об этой ситуации Вход в эту пещеру был один или несколько? Либо же Давид знал, как по-другому выбраться из той пещеры? Если был только там один вход в пещеру То это был большой риск для Давида И как многие пещеры там имеют множество ходов и выходов Затем смерть Самуила идет И все идут на его похороны И Давид возвращается в пустыне И затем происходит этот случай с Навалом Очень богатый человек, Навал Тысячи овец, тысячи козлов Много денег И его пастухи находились в той же местности Что были люди Давида И люди Давида защищали их И Давид думал, ну, возможно, они платят нам добром И поэтому подсылает своих пару людей, чтобы попросить еды у тех И как Писание говорится Этот человек был жадным, эгоистичным То есть ты давай, иди сам себе зарабатывать деньги Он делает этот статем, и он говорит И много молодых людей Рисают против своих господ И? Много молодых людей Рисают против своих господ Это хим? Да, это то, что Набал говорит То есть Набал говорит Что множество таких молодых людей Бунтуют против своих господ Он знал, что Саул преследовал Давида И он говорит, что если я помогу Давиду То, возможно, Саулу это не понравится Поэтому не буду я себя подвергать риску И буду помогать этому Давиду Хотя он мне бесплатно помог Давид это слышит И он делает что-то очень несвойственное И очевидно, что у Давида был темперамент И в этот раз темперамент его вышел наружу То есть Бог меня убьет, если я его не убью И всех его детей Он просто раскален до гнева был И в определенное время Жена Навала Очень мудрая, красивая женщина Слышит, что произошло Приготовила еду Идет навстречу Давиду И говорит, я слышал, что произошло Не совершай этой огромной ошибки Так как Бог тебя сделает царем И ты не хочешь, чтобы это потом стало Плохим пятном на твоей репутации Вот возьми еду, иди себе И Бог тебя сделает царем И Давид говорит, спасибо Благодаря твоей мудрости я не сделал того, о чем бы потом вообще сожалел Она приходит домой, ее муж напился после пирушки И возможно даже на этих пирушках он так нажирается Больше, чем даже ушло бы на еду, которую нужно было дать Давиду Просыпается он следующее утро И его жена говорит, что произошло Там сказано, как его сердце умерло внутри него И в принципе И где-то через 10 дней он умер Двадцать пятая глава, 37 стих Что было? Утром, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом И замерло в нем сердце его И стал он как камень А через 10 дней поразил и Господь его И когда Давид услышал об этом Он сказал, Баруха Шем Бог меня сохранил от того, что я это своими руками сделал И затем он посылает за Абигей и спрашивает Хочешь стать моей женой? И она говорит, почему бы нет? Она вышла замуж за него И в 43 стихе берет также в жены Ахиноаму И это были его вторая и третья жены И затем в 44 стихе Саул берет жену Милхолу и отдает ему кому-то другому Я хочу книгу закончить просто И снова Саул гоняется за Давидом И на этот раз Саул остановился страном военным в долине И он идет туда с Авесуя Пришел Давид с Авесуя к людям Сауловым То есть они стоят там внизу возле Саула Его главнокомандующего В то время, когда те спят Авеса предлагает, ну давай его прикончим сейчас То есть сколько еще можно? Бог тебе дает такие возможности Давид говорит нет Давай возьмем какой-то предмет с собой Затем поднимается, давит на холм Затем кричит к Саулу и Авениру, генералу И спрашивает, чего ты за мной гоняешься? Смотри, взял дротик с собой, я мог тебя вообще убить Саул говорит, да, ты прав Я пойду домой И там говорится И в конце главы Что Саул возвратился в свое место И больше не шел за Давидом И после этого Давид решает Идти войной против филистимлян Он возвращается снова Во второй раз к царю Анхусу Очевидно, что Этот филистинский царь изменил свое решение Почему? Потому что теперь он услышал Что Саул не любит Давида Это понятно? И царь Анхус видит, что Знает, что Давид Враг Саулу Слышали такое выражение? Враг моего врага, это мой друг То есть в этом отношении Мы тебе дадим небольшой город И Давид такой рейдерством занимается Нападает на деревню, грабит И царь Анхус спрашивает Ну что там? Что ты там дел? Я рейдерством занимался по Иуде Это просто чудесно А в это время должна произойти Также большая битва между Саулом и филистимлянами И Давид говорит, что мы пойдем вместе с вами И что на самом ли деле Давид собирался воевать на стороне филистимлян? А в тексте этого не сказано нам Дэвид? Да, мы не хотим Давид с нами Они сказали, что мы не хотим, чтобы Давид был с нами И что они их сказали? Да, мы знаем, что он враг Саула Но как же он может стать другом Саулу снова? Если он обратится против нас в битве Поэтому мы не хотим, чтобы он был с нами И они возвращаются снова в свою деревню В Зигглаг И они узнают, что пришли Амалекитяне Все забрали с собой И настолько огорчило это людей Давида Что они его хотели уже камнями побить И что там говорится о Давиде? Там говорится, что Давид укрепился в Господе Это была самая низшая точка в жизни Давида До этого у него были трудности Но теперь все обе его жены были собраны Его имущество, также имущество жен Его людей И что его люди обратились против него И Давид знает, что делать И что он делает? Он идет за Амалекитянами И возвращает до одного человека Всех до одиного Затем в 31 главе В битве против филистинлян Саул Также его сын Три сына его были убиты Его поразила стрела Но не стрела его убила В 4 стихе Сказал Саул роженосцу своему Обнажи твой меч и заколи меня Чтобы необрезанные филистинляне меня не убили И роженосец сказал О нет Нельзя убить помазанников Бога И потому Саул взял меч свой И упал на него Умер Это очень интересная история Особенно когда завтра мы продолжим со 2 стиха И как говорится На следующий день Пришли филистинляне и нашли убитого Саула Его сына Сыновей Что они сделали Они отрезали голову Вы отрезали нашему парню голову Мы отрежем вам голову И повесили тело на стене Бефсана Бефсан здесь находится На стыке Иордана Из Израильской долины Помните первая победа, которая была у Саула Он спас город один там И потому они слышат, что Саул мертв И его тело там находится Поэтому они приходят Забирают его тело и похоронили его Продолжение следует...